Друзья, привет! С вами Алена, Алена Самсонова, практикующий психолог. И сегодня мы финалим с вами, просто финалим с нашей темой абьюзивных отношений. Мы с вами выяснили, когда отношения опасны, когда в паре оба партнера абьюзера. Что делать? Вы посмотрели все мои видео, что такое абьюз и как из него выходить. И сегодня мы говорим с вами о том, что называется, почему абьюз опасен и что мы не замечаем. Самим фактом присутствия в отношениях абьюз на самом деле опасен. Он опасен недостатком информации по теме, потому что человек, который находится в отношениях с абьюзером, он даже не понимает, что ему не хватает нормальной жизни. Что его давят, гложат и манипулируют. Что от него требуют, ставят его в рамки и просто высасывают энергию. А мало того, еще и делают виноватым, еще и создают условия для страдания. К этому очень часто привыкаешь. Многие девушки, которые у меня в консультации были, и многие там взрослые клиенты, они, попадая на удочку абьюза, привыкли быть. И когда я им заявляю о том, что вас подавляют, вас эмоционально насилуют, вас унижают в вашей семье, в вашей целостной системе, то человек может впасть в некий шок, в некую прострацию, в некое ощущение непонимания. Как же я, находясь столько времени, казалось бы, с близким человеком, не могу понять, почему так плохо. Поначалу кажется, ну ладно, это временно, просто переживу, просто устал, просто, просто это еще одна отмазка. Просто это ваше нежелание видеть того, что происходит в вашей семье, в вашей паре и в ваших внутренних чувствах. Для детей, воспитанных в унижениях, особенно в СССР, особенно в странах СНГ, они привыкли получать вот это насильственное общение, и они привыкли быть в таком режиме. Но современный мир берет тем, что вы выбираете, что вам делать, когда вам делать и как вам делать. Самое главное, уровень отношений с другим вы также выстраиваете обоюдно. Никто, нет правого, нет виновного и нет доминантного. Если вас подавляют, если вас унижают, то вы это позволили. И прямо сейчас я предлагаю вам открыть глаза и начать изменять эту ситуацию. Непонимание своих чувств, непонимание своих эмоций, их природы. Мне плохо, но не понимаю причины. Мне трудно, мне грустно и не знаю почему. Это современность. И как вы ее проживаете? Очень часто вы ее перепроживаете, проецируя на другую информацию. Берете и просматриваете какие-то ленты новостные. И непонимание вот этих базовых, самых базовых ощущений приводит к вас просто к хаосу в вашей жизни, которая строится именно вокруг вашей системы. Вроде бы все хорошо, есть дом, есть семья, есть работа, но почему-то чувствую ужасную пустоту, почему-то плохо, почему-то я постоянно влюбляюсь в тех, кто мне делает больно. И эти фразы могут быть бесконечны. Почему? Потому что это все тот же пункт непонимания, неосознавания своей внутренней глубинной структуры. И путаница в терминах возникает особая, особенная. Тогда, когда человек любит навешивать страшные вещи на красивые слова. Когда, например, он начинает говорить, ну, это же не насилие, это абьюз. Тебя насилуют в твоей семье. Эмоционально. Не важно, что ты физически не подвергаешься насилию. Еще сравнить те две стихии, которые важнее, которые мощнее эмоциональной или физической. Иногда мои клиенты заявляют о том, что им проще получить физического пенделя, но эмоционально они не должны быть проигнорированы и опустошены. И в такой истории, когда вас опустошают, высасывают, и потом вы остаетесь в очень тяжелом состоянии, вам действительно сложно. Это норма. Это нормально, как многие заявляют, придя в консультации. Почему они так говорят? Ну, потому что он же, например, не алкоголик, или он же, например, мне не изменяет, говорит она, укутываясь в свои слезы. Ну, вы поняли, о чем я говорю, и насколько это важно. Это базовые штуки, без которых просто некуда идти дальше. И когда вы живете в ожидании поддержки, когда вы живете в ожидании контакта, подумаешь о секс по праздникам, либо подумаешь, денег не дает, подумаешь, хорошо, что не пьет. Это все отражается на вашем состоянии и на вашем самочувствии, на вашей энергии. Поверьте, первое, что вам нужно сделать, это осознать. Второе, расставить с этим человеком точки над «и». Что это значит? Это значит обозначить для начала, что вы больше не будете тем, кто является человеком, принимающим абьюз. Вы больше не будете позволять себя эмоционально насиловать. И это нужно говорить человеку в глаза, несмотря на то, что он близкий. И изначально он может подумать, что вы сошли с ума, потому что всю жизнь жили и терпели, а теперь вдруг заговорили. Но именно в таком ракурсе нужно продолжать работу, потому что если вы исключите это из своей жизни, если в вашей жизни будет дальше продолжаться история с тем, что называется «я поживу», ну еще же «сколько я потерплю», то это добром не закончится. Друзья, еще один вам пример из консультации, и он такой вот достаточно яркий. Когда женщина, имея троих детей, эмоционально постоянно насилована своим мужем, заявляет о том, что она не готова из-за детей. Как вы считаете, насколько она счастлива? Она оплачивает сессии с психотерапевтом, то есть со мной. Она приходит и получает поддержку, но она не делает самого базового. Она не договаривается, она не говорит о себе, и она, например, не делает выбор менять отношения, либо выходить из них. Она остается и продолжает страдать. Вот эта временная таблетка облегчения в кабинете психотерапевта, ну не дает результата. Именно поэтому, когда вы собираетесь кого-то лечить своей любовью, кого-то, забудьте про это, потому что человек навряд ли изменится прям сразу, когда вы решите просто продолжать играть ту роль, которую вы играли, либо быть еще более чутким, еще более внимательным или внимательной. Поэтому, друзья, если вы в абьюзе, признайте это и начните действовать на согласование новых условий сожительства, потому что если это не происходит, о чем тогда можно говорить дальше? Друзья, с вами была Алена, Алена Самсонова, практикующий психолог. Ставьте лайки, подписывайтесь вот здесь и напишите обязательно комментарий, потому что это очень важно для того, чтобы мой блог приносил большую пользу другим людям. Спасибо большое. Всем пока.